Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует Галина Конышева. Благодарю всех, кто поддерживает мой канал. В это трудное время, без монетизации, книги покупать надо, изучать их надо, и ваша поддержка мне очень помогает. Продолжаю тему причины смерти Бехтерева, кто его убил. Это написал в своих дневниках свою версию Вениамин Додин. Написал он не так давно. По всей видимости, раньше эту информацию раскрывать было вообще нельзя, опасно. Но в конце жизни Вениамин Додин решился все-таки раскрыть эту информацию. Для того, чтобы вы, те, кто первый раз может быть на канале, и те, кто не первый раз, рекомендую все-таки освежить в памяти две предыдущие серии по дневникам Вениамина Додина «Смерть Бехтерева», для того, чтобы понять продолжение. Итак, у нас происшествие в санатории «Узкая». Подмосковный санаторий «Узкая». Он пишет почему-то через букву «С», сейчас его пишет через букву «З», «Узкая». Я это все изучала, всю эту тему. Я вам потом покажу, как я работаю с материалом. Я проверяю каждую фамилию. Вот все, что есть, я проверяю все, что есть по биографии, по этим фамилиям, как они между собой связаны. Это большая работа, но она, смею вас уверить, она очень захватывающая, интересная. Ты начинаешь видеть эту сеть взаимоотношений этих людей, врагов и друзей простого народа, людоедов и тех, кто противостоял этим людоедам. Причем, что получается? Что слово «людоедство» – это в буквальном смысле «людоедство». Получается так. Для того, чтобы прочувствовать эту информацию, мы решили съездить в санаторий «Узкая», но вот незадача. Примерно в феврале прекратились туда экскурсии. И сейчас эта территория закрытая. Почему она закрыта, совершенно непонятно. Вот просто закрыто и все. Якобы там проходит реабилитацию ковидные больные. Но какие ковидные больные, когда это все закончилось еще практически год назад? Какая реабилитация? Ну, закрыли, не пускайте вовнутрь. Но почему на территорию на саму не пускайте? Есть версия того, что эту территорию сейчас хотят купить, захватить, чтобы снести эту усадьбу и все, что с ней связано, и построить там многоэтажные дома. Возможно, в этом дело. А может быть, в чем-то другом. Может быть, и сейчас там происходят какие-то страшные вещи, о которых описывает здесь в дневнике Вениамин Додин. Еще напомню, помог мне прочувствовать это пространство Кир Балучев в своей книге «Заповедник для академиков». Почему он именно написал эту книгу, именно про санаторий «Узкая»? Там криминальная драма, но совершенно другого направления. Конечно, Кир Балучев даже близко не подошел к той теме, которую поднял смелый Вениамин Додин. Но «Заповедник для академиков», санаторий «Узкая», это действительно и чекистский был заповедник НКВДшный, курировал его Генрих Егода. Здесь отдыхали все знаменитости, и мировые знаменитости. Их привозили именно сюда, в начале XX века, в первые годы советской власти. И что еще я узнала, то, что в этом санатории отдыхал в том числе и писатель Ефремов, автор «Час быка». Но был он здесь уже со своей третьей женой, которая захватила его архивы. Итак, это все. Только постояли у ворот. То есть на территорию усадьбы не попасть. Ну а теперь пристегните ремни, нервных просьба удалиться. Для вас это будет шоковая информация. Для всех. Для меня она была шоковой. И для тех, кто читает это, видит первый раз, она тоже будет шоковой. Происшествие в санатории «Узкая». Через год после моего счастливого освобождения из детдома другого рода происшествия всколыхнуло все тот же научный, партийный и медицинский мир Москвы. Эпицентром тектоники стал санаторий «Цекубу-Узкая» по Калужскому шоссе. Там со времени его открытия в самом начале 20-х годов в читальном зале заведены были черно-переплетные фолианты, гроссбухи для записи впечатлений и пожеланий высоких отдыхающих. Они прижились. В них вносилось все. Кстати, «Цекубу» есть упоминание у Булгакова. Я думаю, Булгаков был в теме. Да и вообще вся элита была в теме того, что здесь происходило в санатории «Узкая». Но по известным причинам они тоже все должны были молчать, как миленькие, если они пользовались услугами. Лины Штерн тем более должны были молчать. Но тем не менее Булгаков прописал этому мастере Маргарисе как вино «Цекубу». Там очень странная реплика была у Понтия Пилата. Но сейчас не будем на этом задерживаться, потому что булгаковеды как раз разбирали то, что как-то странно он прописал эту «Цекубу». Оно не вписывается в вино. Оно должно было быть красного цвета, как кровь. Вот он не случайно намекнул. Слово «Цекубу». Вино «Цекубу». Итак, фолианты прижились, в них вносилось все. И восторженные отзывы о столовой, и хвалы великолепия усадьбы Трубецких, и пожелания относительно сохранения всего этого для потомства. Да что только не заносилось в гроз бухи. Однако наряду с панигириками Ускому фолианты стали заполняться и нелицеприятными репликами, и микрорефератами, негативно оценивающими аж политические метаморфозы в стране. В пастораль лирических соплей вплетались все гуще и гуще тернии скрываемых фактов, острые критические реплики всяческих оппозиционеров, хорошо знающих экономику и действительное положение дел. В сущности, начинались роды будущего сам издата. Конечно, такие записи авторами не подписывались, но отмечались давно отброшенными за ненадобностью после совершенной ими революции и забытыми всеми псевдонимами, вывернутыми инициалами, символами. Вовсе анонимные записи были редки. Самым великим зазорно было скрывать великие мысли. Особо хитрыми заранее записанные тексты вкладывались, даже вклеивались. Пишущего в книге легко застукать, вкладывающего труднее. Совершенствовалась цензура, администрации вымарывали всяческие непотребства. А весной 1937 года самими отдыхавшими обнаружилось вдруг наличие серии совершенно поразительных записей. Последние из них были вписаны аж между строк повествования великих старцев в упоение отдыхом и значимости кропавших свои бессмертные мысли с академическим размахом по вместительным листам фолиантов. Они и заставили невероятностью своей исследовать все предыдущие опысы вплоть до середины 1926 года, где обнаружился первый из них. Их авторы раскрывали щекотливые, если не страшные обстоятельства деятельности профессора Лины Соломоновны Штерна, известного физиолога швейцарской школы. Да, тексты первых записей тревожных нот не содержали, но предполагали мотивы деятельности швейцарской профессорши несовместимыми, как бы это мягче выразиться, с этикой ученого, тем более с гиппократовыми принципами. Драматизм реплик, однако, рос. И вот, одна из последних записей вовсе, кроме многих иных проблем физиологии, серьезных коих сомнений не вызывает, Лина Соломоновна Штерн исследует и гуморальную регуляцию функций и значений неспецифических продуктов обмена веществ для координации физиологических процессов в человеческом организме. Поэтому одновременно она решает и задачи максимально возможной проницаемости так называемых гематических барьеров, необходимой для достижения абсолютной восприимчивости различных систем организма к вводимым в кровь стимуляторам. Еще на кафедре физхимии Женевского университета Лина Соломоновна Штерн установила, искомая ею степень барьерной проницаемости эффективнее всего достигается введением рецепиенту естественных, в том числе неспецифических, стимуляторов тотчас, теперь внимание, после непосредственного их изъятия у донора в кульминацию его подросткового развития, то есть 10-12 лет. Ясно всем, что это означает, будучи переведенным на человеческий язык? Да, очень ясно. Мне в особенности, дохлому, дохлому, тем более после осмысления крика Яковлевой, он тебе жизнь спас, этот таганский карцер, после которого я вернулся 12-килограммовым. Вряд ли кто-нибудь из ощутивших шок от прочтения записей находился в неведении относительно особой специфики текущего года. Возможно, даже именно она, специфика весны 1937 года, многократно усилила впечатление от раскрывшихся на страницах санаторных новостей науки. Мне этого знать не дано, но то, что последовало за первыми раскрытиями на моей памяти, было обращение к генеральному прокурору, было письмо президенту Академии наук, еще куда-то. Первыми все документы подписал Мирон Семенович вовсе, который еще, или вовсе, я не знаю, который еще с начала 30-х годов пристально наблюдал за работами Штерна. То есть врачи некоторые боролись с ней, пытались бороться вот с ее так называемыми опытами. Георгий Нестерович Спиранский, который пристальным наблюдателем не был, зато с первых же пор принимал все доступные ему меры, чтобы сперва проломить стены глухого злобного сопротивления верхних бояр, его попытками добиться прекращения постыдной для просвещенного общества деятельности, покушающейся на здоровье и саму жизнь детей. Кстати, Георгий Нестерович Спиранский – это замечательнейший детский доктор, который очень много сделал для детей. Вот они боролись. Затем в одиночку начал войну заказчиками преступления. Вот здесь непонятно пока, кто заказчики, но далее по тексту можно понять, кого имел в виду Дозин. Да, еще абсолютно уверены в том, что странная смерть его учителя и коллеги Рассалима напрямую связана с высказанной незадолго до кончины Григория Ивановича собственной его оценкой деятельности Штерн. Для меня важно то, что смерть Рассалима произошла в присутствии все тех же врачей – Константиновского и Клеменкова. Это те, которые были при смерти Бехтерева. Кстати, когда погибал Высоцкий, когда его убивали, там тоже было два врача. Но вернемся в весну 1937 года. Под обращениями и письмами подписались Николай Нилович Бурденко и Сергей Сергеевич Юдин в страду Первой мировой гражданской маминой ординатора и, конечно же, Яков Львович Рапопорт, супруга которого много лет работала у Штерна, хорошо понимала смысл исследования ее патронесса. Вскоре генпрокурор Акулов принял делегацию подписантов, следом пригласил Элену Соломоновну и сразу после беседы с ней и визита в Овцык отдал распоряжение начальнику следственной части Льву Шейнину расследовать претензии заявителей Лев Шейнин это писатель в записке следователя. Так, ему передали Льву Шейнину расследовать претензии заявителей к профессору Штерну. К этому времени санаторная летопись была уже изъята. Вот интересно, она сохранилась где-то в архивах? Или они ее уничтожили? Или все-таки она где-то сохранилась? Исследствие началось. Правда, исследователь деятельность лаборатории химфизиологии 2-го мединститута и института наркомпроса, в которых Штерн была собственно заведующей ректором прокуратуре, запрещалась в ЦИК СССР. Для этого будет создана специальная комиссия Академии наук СССР и наркомздраво, сообщил Акулов, подождем, что она решит. Она не создавалась никем и никогда. То есть на самом верху в ЦИК СССР прикрыл все следствия по делу Лины Штерн и вот этих так называемых ее работ стимуляторов тотчас после непосредственного их изъятия у донора к кульминацию его подросткового развития. В это же время по его же команде следователь важняк Голомыстов начал было изучение творчества завсегдатаев Узкого. Он сразу обнаружил, что значительная его часть может оказаться весьма кстати настроением шагающей по стране весны и не желая влезать в зону интересов Лубянки сделал ей подарок передав туда собрание сочинения Узкого и сообщив о своем решении Спиранскому вовсе и Юдину авторам обращения правильно впоняв этот поворот следствие за оборот дела из уголовщины в политику да еще на фоне все той же весны они не так уж сильно дальновидные но безусловно порядочные люди кинулись прием на НКВД убеждать чекистов в абсолютном отсутствии у коллеги Штерн каких-либо не таких мотивов в ее работе те посмеялись разъяснили борцам теперь уже за честь Штерн что точно нет и быть не может у нее таких мотивов зато у авторов записи в настольных книгах из узкого такие мотивы наличествуют тем не менее НКВД благодарит всех информаторов Юдина во все Испиранского в их числе за службу не хочу входить в положение уже давно покойных жизнь положивших за человеков и пострадавших за то но ничего не сделав для пресечения преступных действий тогда еще профессора Штерн и ее покровителей возможно даже и палачей ее все они оставившие записи в книгах узкого невольно подвели под монастырь и совсем иного толка публику непостижимым образом подрасслабившуюся на отдыхе до выплеска на бумагу непозволительных мыслей и острого слова что было то было как мы знаем большинство оригинальных записей не имело подписей из-за чего у Лубянки сразу возникли сложности с их идентификацией но без пяти минут писатель Шейнин знал отгадку загадки и не имея представления о ходе голомыства согласованным лишь с Акуловым на очередном между собой в доме литераторов секрет растрепал по секрету и только сутки спустя узнал какой мощи фугас самооговора теперь еще и запальный ключ к нему отдал он друзьям с Лубянки ладно фугас самооговор всей старо-большевистской кодлы утерял не он но ключ к нему не удержался похвастался своей осведомленности в литературе видение и в одночасье потерял лицо хотя бы как авторы тех же записок следователя запало-то теперь не утаить а все потому что ему известна была деятельность Ивана Филипповича Масанова русского литературы вида этот незаурядный самоучка из московского Черкизова знакомись лично или перепиской с увлечением раскрывая авторов статей брошюры книг не имевших никаких авторских подписей и обозначений свою деятельность он начал в конце 80-х в начале 90-х годов 19-го столетия и сразу стал собирать словарь псевдонимов незадачливые российские интеллигенты всех мастей от народовольцев до государственных деятелей и в том числе маститые и полуизвестные публицисты и писатели скрывавшиеся в литературной молодости всевозможными анонимами с удовольствием и самозабвенно раскрывали никому неизвестному собирателю все секреты своей доморощенной защитной символики не подозревая естественно какое будущее они себе уготавливают при грезившемся им мире свободы и с приятностью обнаружили свое давно забытое имя и читателями статью под псевдонимом начавшихся с 1904 года Масановских публикациях Николай Дмитриевич Телешов смеясь иронизировал только амфитеатров вознегодовал на Масанова и даже выступил со статьей в газете Русь с протестом против опубликования псевдонимов усматривая в этом одно из самых тяжелых литературных преступлений с иронией не получилось последним смеялся Александр Валентинович амфитеатров наблюдая из эмигрантского далека за итогами литературных преступлений он мудрец и провидец еще на стыке веков знал что не дано было увидеть Масанову так и не понявшему какую услугу он оказал не так российскому политическому сыску как их грядущим чекистским коллегам литературы ведом и закону возмездия можно представить бурное ликование собирателей народа русского с больших Дмитрова колубянок СССР перед ними выселась гора концентрированного компромата готовых к употреблению дел на тысячи именитых постояльцев узкого в том числе на дивизии дорвоты поднадоевших старых большевиков и политкаторжан кичащихся своими никому неведомыми заслугами и лезущих всюду со своими претензиями доносами можно также предположить что произошло когда лубянские умельцы наложили тысячи некогда раскрытых Масановым псевдонимов на примерно то же количество набравшихся за время функционирования узкого еще здравствующих информации все кому положено и без того загремели бы в подвалы жеребцы тем не менее ликовали когда он с кровью оторвав от себя приволоком эту чудесную отмычку к санаторному компромату да еще оказавшемуся вот удача тоже анонимной бесхозной по сути потому что пребывала еще в рукописи со стажем представляете какие-то документы и по всей этой причине неизвестной главному лубянскому начальству за его литературной серостью получалось вся честь раскрытия контрреволюционной банды многие годы творившие зло под крышей санатория Цикубу узкая принадлежит коллективу управления НКВД худо хуже некуда чувствовали себя на этом оптимистическом фоне наши штерноборцы а тут еще нарком здрав Каминский пригласил их к себе и от имени нарком внут дела товарища Ижова Николая Ивановича горячо поздравил Югоду уже расстреляли и от имени нарком внут дела товарища Ижова Николая Ивановича горячо поздравил с замечательными результатами их патриотического поступка худо худо а ведь вникне эти большие медики и по положению большие шельмы в самую суть вещей они сообразили бы что удостоились участи может быть аж в божьем суде над погубителями сперва интеллигенции России а потом русского мужика корня ее жизни и тем возгорделись бы воскликнув во след великому правицу патриарху Тихону все же таки есть и создатель на небе долго терпишь да больно бьешь и без труда разгадали бы нехитрый код хитрого ежовского поздравления прислушались бы к собственной совести коли осталось ее хоть чуть после службы в Санупрах и Цикубах и услышали бы стон миллионов из-под земли замученных с самого 1918 года замученных в том числе и отдыхающими узкого теми кого закон возмездия настиг трудами Ивана Филипповича Масанова о большим бы медикам большого ума а его-то и не было на этом заканчиваю третью часть разбора дневника Вениамина Додина о смерти Бехтерева о том как это связано с гибелью Юрия Шатунова да это все связано с Шатуновым в том числе уже наверное многие догадались почему здесь в этой части сказано о Лени Штерн и о ее омолаживающих опытах для верхушки того времени для ВЦИК которым руководил Калинин то есть Додин Сталина в этом смысле сюда он его не вмешивает он отрицает что Сталин был причастен к смерти Бехтерева что это все прикрывал именно Калинин а дальше мы разберем еще более подробно еще глубже в кроличьи нору в четвертой части а сейчас всего вам доброго всех вам благ с вами была Галина Конышева подписывайтесь на все мои каналы на телеграм-канал до свидания